Добрый день, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу про новую возможность инвентаризации наличных денег в кассе и денежных документов, которая появилась в программе, начиная с версии 3.0.112. Для того, чтобы оформить инвентаризацию кассы в программе, переходим в раздел «Банк и касса» и выбираем инвентаризацию кассы. Далее нажимаем на кнопку «Создать». Здесь мы указываем на какое число. Мы будем проводить инвентаризацию, указываем, что у нас за касса. В моем примере касса по основному виду деятельности. И далее нажимаем «Заполнить». Заполняются данные. Здесь у меня только наличные деньги, денежных документов нет. И в колонке «Сумма фактическая» я могу исправить ту сумму, которая у меня фактически получилась в результате инвентаризации. Например, возьмем, что у нас здесь недостача на сумму 100 рублей. То есть отклонение минус 100 – это недостача. Соответственно, если здесь будет больше, чем сумма учетная, будет отклонение положительное, будет, соответственно, излишек. Также здесь есть закладки «Проведение инвентаризации» и «Инвентаризационная комиссия». А здесь мы можем указать период инвентаризации, выбрать документ, допустим, приказ, и указать причину. На закладки «Инвентаризационная комиссия» добавляем тех сотрудников, которые у нас входят в комиссию. Здесь можно плашком указать председателя. И после этого проводим документ. Здесь у нас документ не формирует проводок, но мы можем распечатать акт инвентаризации наличных денежных средств по унифицированной форме. И также можно распечатать приказ. Дальше здесь у нас выявлено отклонение недостачи. На основании мы можем создать документ выдачи наличных, то есть оформить данную недостачу. Здесь идет списание на 94-й счет по умолчанию. Статья расходов тоже подставляется, вид операции тоже подставляется. Здесь можно в основании указать недостачу и в приложении указать акт. Здесь у нас номер 1 от 31 мая. Далее нажимаем «Провести» и у нас формируется проводка «Дебит-94», «Кредит-5001». Вписано «Недостача». И дальше уже мы можем списать эту недостачу на виновное лицо проводка 73-94 через операцию, введенную вручную. Если же у нас будет обратная ситуация, например, выявлен излишек, здесь я пока отменю проведение данного документа. И, допустим, у нас вместо недостачи выявлен излишек, то есть сумма на 9200 возьмем. То есть отклонение у нас положительное, это излишек. Еще раз проведем. И здесь на основании мы уже создаем документ поступления наличных, чтобы этот излишек оприходовать. Вид операции здесь у нас «Прочий приход» будет. И все остальное заполняется автоматически. Счет кредита 9101. И «Прочие доходы и расходы» – это «Прочие нереационные доходы и расходы». Ну и в реквизитах мы аналогично можем заполнить основание и также в приложении «Указать акт» и нажать «Провести». И здесь у нас уже формируется проводка по отражению излишка на дебет 5001, кредит 9101 на 200 рублей. Вот эти вот документы, они у нас формируются на основании нейтрализации кассы. В зависимости от того, что у нас здесь было выявлено, недостача или излишек, они почти полностью заполняются автоматически. Если у вас в ценности денежные документы и по ним были выявлены какие-то отклонения, Соответственно, если у вас недостача, нужно сделать выдачу денежных документов на основании. Если излишек, то сделать поступление денежных документов, тоже отразить данный излишек. Такая вот новая возможность по инвентаризации кассы появилась в программе, начиная с версии 3.0.112. Найти инвентаризацию кассы можно в разделе «Банк и касса», «Инвентаризация кассы». И, соответственно, когда мы ее сохраним, данная инвентаризация, она здесь у нас показывается в журнале. И можно из журнала прямо распечатать форму. А если вы хотите узнать больше про учет денежных средств, то обратите внимание на мой одноименный мастер-класс, ссылку на него вы найдете под этим видео. Также хочу напомнить, что у меня можно приобрести различные программы 1С, ссылку на подробности и контакты вы тоже найдете под этим видео. А я благодарю вас за внимание, с вами была Дина Краснова, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте это видео лайком и комментарием, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала и заходите в мою группу в соцсетях, все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео.